Украина будет членом НАТО. Летом страны-союзницы на юбилейном саммите Альянса в Вашингтоне обсудят дорожную карту для вступления Украины в блок. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин во вторник 2 апреля во время брифинга с министром иностранных дел Франции Стефаном Сажурне. Как заявил Альянс в Вильнюсе, Украина будет членом НАТО. Для нас вопрос заключается в наличии хорошей ясной дорожной карты, чтобы добиться этой цели. Министр иностранных дел Франции Стефан Сажурне подчеркнул, что страны, которые входят в НАТО, преданы поддержке реформ на пути к интеграции в Альянс. «И мы должны работать на этом саммите НАТО прежде всего над единством». Более того, США и союзники рассматривают переведение украинской оборонной контактной группы «Фарма Трамштайн» под контроль НАТО на случай победы Трампа на предстоящих выборов в США, пишет политика. Издание «Сосылка на европейских и американского чиновника» сообщает, что такое решение позволило бы странным членам НАТО иметь больше права голоса на случай, если Дональд Трамп выступит против поставок оружия Украине и укрепить западную поддержку Украины на фоне таких событий. Постепенный переход формата «Рамштайн» под контроль НАТО планируют обсудить во время встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3-4 апреля. Окончательное решение могут принять уже на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. В то же время США уверены, что России не удастся взять под контроль Киев. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «Этого не будет. Этого не происходит и сейчас. Благодаря сопротивлению украинского народа и поддержке США, Франции и других стран, желание Путина завоевать всю страну и стереть с карты Украину, сделать её частью России, не было осуществлено и не будет». А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон может лишиться своей должности из-за блокирования помощи Украине. За последний год республиканцы в Палате представителей не смогли провести никаких значимых законов. Это просто говорит о дисфункции Палаты представителей. Майк Джонсон явно увяз во всём этом по уши, отметил политический аналитик Тим Миллер. При этом конгрессмен Марджери Тейлор Грин предупредила Джонсона, что его могут отстранить от руководства из-за законопроекта о помощи Украине. После многомесячного блокирования протрамповский спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон готов поставить на голосование законопроект о помощи Украине. При этом демократы, голоса которых необходимы для голосования, возмущены попытками Джонсона изменить формат оказания помощи. Они раскритиковали идею предоставлять помощь в кредит. Конгресса США Майк Джонсон